Теперь в Министерстве экономики и коммерции есть доска памяти первому бизнес-омбудсмену Робину Ордсмиту. В церемонии открытия принял участие зампредка обмина Идиль Байсалов. Своей речью он отметил не только профессиональные, но и высокие человеческие качества Ордсмита. Будучи послом Великобритании в Кыргызстане, господин Робин Ордсмит внес большой вклад в развитие двусторонних отношений. После завершения своей дипломатической миссии он остался в Кыргызстане и стал первым бизнес-омбудсменом. Он твердо верил в миссию независимого института по защите прав предпринимателей. Будущее и экономическое процветание Кыргызстана вдохновлялся нашей природой. Кыргызстан был для него вторым домом. Более подробно о дипломатических качествах Робина Ордсмита рассказал посол Великобритании в Кыргызстане Ник Боулер. Он охарактеризовал первого бизнес-омбудсмена как хорошего лидера. Робин Ордсмит был удивительным человеком. Будучи послом Великобритании, он проявил себя как успешный дипломат. Он всегда находил время для своих сотрудников и коллег для того, чтобы поделиться добрым советом и при необходимости оказать поддержку. Также Робин Ордсмит смог наладить контакты между бизнесом и государством благодаря успешной деятельности института бизнес-омбудсмена. Создавались хорошие площадки для выстраивания диалога. Ему удалось выстроить конструктивный диалог между правительством и бизнес-структурами, нашими бизнес-ассоциациями в таких направлениях, как горная добыча, в целом фискально-налоговая реформа, транспортно-логистических вопросах. Значительные подвижки были в упрощении процедур. Поэтому по предложению бизнес-ассоциации, непосредственно нашего вице-премьера Ильи Лубаевича, так как у них были личностные отношения, было предложено увековечить его память именно в Министерстве экономики, так как он являлся основным партнером. Вообще, институт омбудсмена – это основной партнер Министерства экономики в диалоге с бизнесом. Робин Ордсмит был первым бизнес-омбудсменом в Кыргызстане. С 2015 по 2018 годы являлся чрезвычайным и полномоченным послом Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызстане. Он скончался после болезни в сентябре прошлого года. Продолжение следует...